Три, два, один, вперёд! У камчатских лыжников сегодня выходной. Вместо них на трассах биатлонного комплекса состязаются истинные покорители зимнего бездорожья – каюры. Лихие заезды перед зрительскими трибунами – это, по сути, пролог Большой Берингии – ежегодного многодневного марафона. Протяжённость спринтерской дистанции – 10 километров. Для многих каюров – сущий пустяк. Здесь лежат документы собачьи, потом термос обязательно. В прошлом году Герман Айначгин преодолел, как и все его соперники, полторы тысячи километров, но финишировал в итоге последним. Чтобы новая попытка обернулась удачей, за своего земляка болеют все чукчи его родного села. В отличие от большинства участников, представители аборигенных народов используют не спортивные, а традиционные деревянные нарты. В отдалённых районах на севере Камчатки это до сих пор самое надёжное средство передвижения. Городские каюры разводят ездовых собак в специальных питомниках. Сибирские хаски, аляскинские маламуты, чукотские лайки. Представители этих и других пород мирно уживаются в общей стае, но чаще всего хозяева воспитывают животных смешанных кровей. На больших дистанциях метисы более выносливы. К Берингии четвероноких готовят весь год напролёт. Если, конечно же, таких тренировок не давать, если собака просто-напросто всё лето, осень и всю зиму почти что просидит, а потом её, естественно, за плечи исказать поехали, естественно, собака не даст хороших результатов. Любознательные туристы, лишь однажды посетившие собачий питомник на Камчатке, могут с гордостью рассказывать, что прошли спецкурсы начинающих каюров. Всё это, конечно, мифы, потому что одолеть науку управления ездовыми собаками за один день, это всё равно, что за ночь выучить китайский утопия. Эй! Впрочем, даже обычные любительские покатушки на дарте, это, поверьте мне, ни с чем не сравнимо удовольствие. Испытано на себе. Удержаться на полозьях, когда собаки мчатся вовсю прыть, задача не из лёгких. Ваш покорный слуга рухнул на землю дважды. Благо, снег был рыхлым, а потом упадение обошлось без последствий. После этого понимаешь, сколько синяков должно быть набило 12-летняя погонщица Маша, чтобы стать чемпионом детских гонок. Впрочем, по-другому и быть не могло. Её родители участвуют в марафоне почти каждый год, а отец несколько раз возвращался домой с триумфом. Представляете, пурга, не видно передних собак, даже задних. А ты знаешь, что она тебя тянет, она идёт, домой выведет обязательно. То есть это всё у неё, я думаю, что в инстинктах, рекреторно. И вот эта вот приученность работать именно в команде. Давай, давай, давай! Спортивную экспедицию 16 каюров отправится через неделю. Старт в селе Мильково на Камчатке, финиш в посёлке Марково, но уже в соседней Чукотке. Сергей Анцыгин, Максим Минцев, телекомпания НТВ, Камчатский край.